Османская империя получила название от имени ее создателя, Османа I Гази, и его же потомки ей правили. Престол передавался от отца к сыну. Если сыновей было несколько, то престол получал тот, кто первый прибывал в столицу. Взрослые шахзаде проходили государственную службу в разных уголках Османской империи. Позднее шахзаде из Стамбула не выезжали. Последним был Мехмед III, управлявший Санджаком Сарухан со столицей Маниса, и всегда находились под присмотром султана. После смерти Ахмеда I трон впервые перешел не его сыну, а брату Мустафе, так как он был старшим членом Османской династии. Такое стало возможным и не раз в будущем происходило. Но что случилось бы, если после смерти султана у него не осталось ни братьев, ни сыновей? Для такой экстраординарной ситуации прописал правило Мехмед Фатих, тот же султан, что узаконил возможность братоубийства в Османской династии в интересах государства. Он сказал, что престол в таком случае должен занять член династии Гераев, правящий Крымским ханством. Крымское ханство было образовано в 1441 году. Основателем ее был Хаджи I Гирей. После его смерти за престол боролись два его сына – Нур-Девлет и Менгли. Правил то один, то другой. В итоге победил Менгли. Но он был противником своего сильного соседа, Османской империи, не хотел отдавать Крымское ханство во власть османов и был захвачен в плен вместе с двумя своими братьями. Мехмед Фатих освободил из заточения Нур-Девлета и, как более послушного, сделал его вновь правителем Крымского ханства. А Менгли еще три года провел в плену у османов. В 1478 году Менгли был освобожден Мехмедом Фатихом и восстановлен на престоле. Это было необходимо, так как в противном случае Крымское ханство бы отошло так называемой Большой Орде, татарскому ханству – остатку Золотой Орды. Не буду вдаваться в военные подробности, главное то, что Менгли I Гирай за это стал верным вассалом Османской империи. Позднее, чтобы укрепить мир между Османской империей и Крымским ханством, был заключен династический брак между Шихзадей Селимом, будущим султаном Явузом, и дочерью Менгли I Гирайя. В Великолепном веке эта дочь никто иная, как Валиде, мать султана Сулеймана, и к такой версии склоняется большинство турецких историков. Хотя Алдерсон считает, что брак между дочерью Крымского хана и Шихзадей Селимом был заключен гораздо позже, а Сулеймана родила простая наложница. Дочь Крымского хана же не родила Селиму детей. Тюркологи выступают против этой версии, так как, по их мнению, именно родственная связь династий поспособствовала долгому вассальному положению Крымского ханства. Также о родственной связи говорят некоторые поступки султана Сулеймана, о них я расскажу в следующем видео. А как-то Гирайи чуть не стали управлять Османской империей. Султан Мурат IV чуть по своей воле перед смертью не отдал престол крымскому хану Бахадыру I, приказав казнить последнего оставшегося в живых родного брата Ибрагима при отсутствии собственных сыновей, но их общая мать Кёсэм спасла Ибрагима и Османская династия продолжилась. В 1783 году Крымский полуостров был присоединен к Российской империи. Екатерина II подписала соответствующий манифест, а крымский хан Шахин-Гирай отрекся от престола. Екатерина II настояла, чтобы тот во избежание мятежей переехал в центральную часть Российской империи, даже предложила ему высокую пенсию. 38-летний Шахин-Гирай сначала жил в Таганроге, потом в Тамани, Воронеже, Калуге, а затем эмигрировал в Османскую империю, который тогда правил султан Абдулхамид I, очень злой на Шахина за то, что он потерял Крым. Султан сначала выслал Шахина-Гирай на остров Родос, а потом велел казнить. Редактор субтитров А.Семкин